Виталий Кличко Действительно, наши политики тоже не являются исключением. Например, мы часто шутим о президенте Амуре, разноцветных носках нашего премьера и даже сложные подчас до головной боли взаимоотношения эстонцев и русских тоже являются объектом для шуток. Все это помогает нам каждый день понимать, что политика и конъюнктуры приходящие, а человеческое тепло, смех и улыбка вечны. В целом, в связи с ситуацией, сейчас народ шутит на бытовую тему, потому что все-таки в Украине такие сложные времена, и хочется немножко забыться от этих новостей, от политики и просто шутить на бытовую тему. Принес парнишка двоечку, папа дал ремня, ну что-то такое. И хотя команда называется легко и просто, победить будет и непросто, и нелегко. Ведь все отмечают, что уровень эстонского КВН растет, а значит бой будет жарким. Игра состоится на сцене Центра русской культуры уже завтра в 18.00. Борьба обещает быть напряженной, а юмор актуальным и искрометным. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.